Запах ёлки, предвкушение волшебства и ожидание чуда. А ещё мама, папа, Дед Мороз со Снегурочкой. Для каждого из нас Новый год – это множество тёплых воспоминаний. Сотрудники газеты «Одинцовская неделя» запустили конкурс праздничных фотографий и много-много радости. В этом году в нашей газете «Одинцовская неделя» мы решили провести конкурс детских фотографий. Скорее, даже фотографий и воспоминаний. До этого проводили конкурсы «У кого самая красивая ёлочка», «Стихотворение», «Песни», «Кто, что вспомнит». Вот этот раз предложили нашим читателям порыться в их архивах. Именно разбирая старые фотографии, главному редактору газеты Нине Дьячковой и пришла идея конкурса новогодних воспоминаний. Когда мы с родителями перебирали семейные фотоальбомы, не так часто видимся, но действительно есть что вспомнить. И есть, может быть, не очень хорошего качества эти снимки, но настолько они добрые, радостные. И сами истории, которые припоминаются мне, брату в том числе, они очень забавные. Конкурс стартовал 19 декабря. В редакцию присылают как черно-белые снимки, так и цветные. Нового тысячелетия. Олеся Лукина – молодой сотрудник Одинцовской недели. Ей 21 год. Девушка вспоминает свой новогодний утренник, когда ее пятилетнюю выбрали на роль Снегурочки. Фотография была сделана в детском саду. Я была с детства таким талантливым, активным ребенком. Я хорошо читала стихи, пела песни, танцевала. И воспитатели как раз очень долго выбирали девочку на роль Снегурочки. И вот решили, что Снегурочкой буду я. Смотря на фотографию милой глазастой девочки в большом кокошнике, Олеся вспоминает радость и волнение от того детского утренника. Я помню, что мне было очень страшно, потому что было очень много людей, как и детей, как и родители, которые стояли с телефонами, снимали со вспышками. А я одна маленькая девочка пела. То есть это огромный зал на фоне елки. Конкурс будет продолжаться до конца января. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо прислать детскую новогоднюю фотографию, сопроводив небольшой историей по теме на адрес электронной почты 644-7152-собакамail.ru либо в телеграм-канал «Проокруг», обязательно указав свои контакты. Самые интересные истории будут опубликованы в социальных сетях Одинцовского информационного центра и на страницах газеты «Одинцовская неделя». А лучших наградят специальными подарками. Мы обязательно с Дедушкой Морозом посоветуемся на этот Новый год и примем решение, как нам отметить самые интересные истории, интересные фотографии. И, конечно, это будет достойный подарок. Мы уже выбрали, но пусть это будет сюрприз. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...